Однажды в одном городе на востоке Римской империи к двум стражникам, охранявшим городскую тюрьму, подошел бедняк и стал жаловаться. Оказывается, его единственный волк, кормилец семьи, упал в пропасть и разбился. А люди говорили, что в темнице томится молодой христианин, который творит чудеса и исцеляет болезни. Землепашец надеялся получить от него помощь. За несколько монет стражники согласились спустить крестьянина. И тот в темнице обнаружил на каменном полу лежащего молодого воина со следами страшных мучений. Посетитель даже не решился ни о чем просить. Но молодой христианин открыл глаза, улыбнулся и сказал, «Не печалься, иди в мире. Христос, мой Бог, возвратит твоего вола к жизни». И действительно, когда христианин вернулся домой, он нашел своего вола совершенно живым и невредимым. Многие великие имена и славные события совершенно стерлись со страниц истории. Но имя этого христианского мучника известно всем. Это святой Георгий, прозванный в народе победоносцем. Родился Георгий в самом конце третьего века в Каппадокии, в семье благочестивых христиан. Однако после смерти отца, замученного за исповедание веры Христовой, мальчик вместе с матерью переселился в Палестину, где и провел все свое детство. В юности Георгий отличался красотой и силой. Со временем возмужав, он поступил в Римский легион. В те годы огромная Римская империя вела бесчисленные войны, стараясь сохранить свои бескрайние рубежи в неприкосновенности. У каждого способного воина была возможность проявить себя, ведь даже император Диоклетиан когда-то вышел из простых солдат, заслужив свой высший титул беспримерной храбростью и великой мудростью. Также не пропала даром Ирвения Георгия. Вскоре, как смелый и решительный воин, он был замечен, и цезарь наградил его саном Камита. Так у древних римлян назывался старший военачальник, по долгу службы сопровождавший императора во всех его путешествиях. Вот так неожиданно для себя воин-христианин сделался приближенным и доверенным лицом у императора-язычника. До определенного момента христиане при Диоклетиане не чувствовали особых притеснений. Более того, многие из них, благодаря своим талантам, занимали высокие государственные должности. В римской армии даже существовало целое войско, славившееся своей неустрашимостью, которое состояло из одних только христиан. Император ценил в своих подданных личные качества, мало обращая внимания на то, какому богу они молятся. Так почему же все-таки Диоклетиан, без сомнения один из самых талантливых правителей Рима, вдруг неожиданно воздвиг одно из самых жесточайших гонений? В чем причина такой неожиданной перемены? На самом деле, все становится на свои места, когда мы больше узнаем о языческой религии Рима и ее отношениях с государством. Римская империя того времени была языческим государством, заключавшим в себе бесчисленное множество покоренных народов. Практически каждая присоединенная область имела своих древних богов и свои обряды, отправлению которых Рим не препятствовал и относился к этому достаточно терпимо. Единственное, что требовалось от иноверцев, приносить жертвы римским богам. Другое дело христиане, для которых смерти подобно отступление от веры Христовой и приношение жертв языческим истуканам. Естественно, что такая непреклонность вызывала недовольство в окружении императора. И это недовольство постепенно росло. Опасным и вредным оказалось христианство и для государственного строя в целом. В древнем Риме и религия, и воля граждан, все было подчинено одной идее – благоденствию империи. Христиане не отказывались от государственной службы, отдавая Кесареву Кесарева, но сердце и душа принадлежали только Богу, а не государству, и уж тем более не императору. Стоит ли говорить, что самолюбие последнего при этом оставалось неудовлетворенным? В Риме с древнейших времен Цезарь считался Богом на земле и требовал жертв в свою честь и почитание как настоящий небожитель. Не исключением был и Диоклетиан, называвший себя Йовиусом в честь Юпитера, главенствующего божества римлян. По преданию, Диоклетиан, принося богатую жертву в храме Аполлона, услышал голос, возвещавший ему о том, что будущее империи неясно, ибо христиане своей праведностью уничтожат силу древних богов. Цезарь исполнился ярости и в бешенстве повелел начать жестокие гонения на последователей Христа. Георгий, надеясь на старую дружбу, решил открыться императору и отговорить его от этого шага. Зная, на что идет, он раздал все свое богатство нищим, отпустил своих рабов на свободу и отправился к Диоклетиану, чтобы встать на защиту христиан и уговорить императора прекратить гонения. Диоклетиан любил Георгия и, видя его мужество и прямоту, поначалу стал отговаривать и просил принести искупительную жертву языческим богам. Без сомнения, в этот момент в нем боролось два человека. Простой солдат, который в Георгии уважал такого же, как он, неподкупного и мужественного воина, и Цезарь-бог, который видел в христианах угрозу для своей империи. Цезарь победил солдата, и Диоклетиан приказал бросить Георгия в темницу. Георгий был подвергнут страшным мучениям. Диоклетиан приказал мучить его до тех пор, пока он не отречется от своей веры. И его били бичами, пронзали ноги его копьями, бросали в негашенную известь, резали его тело острыми ножами. Но всякий раз Георгий приставал перед своими мучителями, не сломленный духом. В годы самых жестоких гонений нередки были случаи обращения язычников во Христову веру. История знает немало примеров, когда христиане, брошенные на арену к диким зверям, оставались совершенно невредимы, поскольку хищники, вместо того, чтобы рвать их на части, лизали и многие. И многие из толпы Видиета с криками «И я, христианин!» бросались вслед за мучениками на верную смерть. Так же поступила и жена Диоклетиана, Александра. Пораженная стойкостью и душевным спокойствием, с каким Георгий переносил все мучения, царица бросилась к его ногам и объявила себя верующей во Христа. Взбешенный Диоклетиан тут же приказал отрубить ей голову. Наутро перед казнью Георгий вдруг попросил Цезаря отвезти его в храм Аполлона. Диоклетиан и собравшийся вокруг храма народ уже подумали, что пытки сломили праведника, и он готов принести жертву языческому богу. Но Георгий, войдя в храм, простер свою руку к идолу и сотворил крестные знамени. В тот же момент каменный истукан с грохотом повалился на землю и рассыпался на части. Языческие жрецы, видя это, с яростью набросились на Георгия и кричали, «Убей этого чародея! Убей его, пока он не погубил нас!» Наконец Диоклетиан повелел отвезти непокорного за город и прилюдно казнить в назидании остальным. Мученик в последний раз помолился Богу и преклонил с радостью свою голову под меч. 6 мая 304 года мученик Христов Георгий скончался от руки императорского палача. Прошли века, но они не стерли в памяти людской удивительный подвиг Георгия. Великомученик сделался одним из самых почитаемых святых на Руси. Юрьев день, в России Георгиев называли также еще и Егорами, был среди крепостных крестьян одним из самых долгожданных, когда они, наконец, могли от жадного и злого помещика перейти к другому, может быть, более добродетельному. А в русской армии одной из самых дорогих наград был Георгиевский крест. Почитание святого Георгия Победоносца было так велико, что его образ всегда присутствовал на государственном гербе. Там он находится и поныне. Святого Георгия называют Победоносцем, но не за его военные подвиги, ибо главная его победа одержана не с мечом в руках, но верой во Христа. Диоклетиановские гонения оказались последними, после которых язычество рухнуло окончательно. Римская империя с ее непобедимой армией, совершенным государственным строем, знаменитым римским правом, властью и богатством, не устояла пред скромным мужеством христиан, главным оружием которых была правда Божия, горячая вера и любовь. Именно об этой победе и повествует знаменитый иконописный сюжет «Чудо Георгия о змеи». Как говорится в предании, на один из финикийских городов, известных ныне как Бейрут, обрушилось несчастье. В близлежащем озере забилось страшное животное, которое пожирало людей. Напуганные язычники решили приносить ему в жертву своих детей. Наконец, настал черед и дочери царя. Смирившись со своей участью, девушка стояла на берегу и горячо молилась. Вдруг пред ней предстал воин на белом коне, который поразил копьем появившуюся богомерзкую тварь. Это был святой мученик Георгий, который связал чудовище и привел его в город. Жителям он сказал «С верою во Христа не бойтесь ничего». И какие бы нам тяжелые времена ни предстояли, какими бы страшными ни казались наши враги, мы не должны бояться. Ибо правда Божия и вера побеждает всегда. Божия и вера Божия и вера Божия и вера Божия и вера